Но сначала еще раз подборка наиболее интересных моментов. И первый тайм, и второй. Спартак начинал атакуя. В общем, можно признать, что команда в этой атакующей манере и весь матч провела, может быть, за редким исключением. Но верно и то, что Рубин в целом вынужденный прижиматься к своим воротам и играть большими силами на своем поле. Все равно атаку, если не как главный вектор всего того, что происходило на поле, но как один из важнейших, держал в уме постоянно. И то, что и при счете 1-1 моменты у Рубина возникали, и при счете 0-0, ну и, конечно, та активность, которую удалось развить, пропустив. В первом тайме тоже было что-то похожее, потому что Спартак не забил, но поначалу был активнее. А потом Рубин свои идеи, прежде всего через центр, атаками сумел воплотить. Были моменты у Девича, и у Азмуна, и Дикань выручал Спартак. Но в любом случае это была своего рода прелюдия к тайму второму, когда началась серьезная игра. На встречных курсах. Вот еще один момент из первого тайма. Вакасо вместе с тремя партнерами ринулся в атаку, но все завершилось не очень точным его пасом. И вот подключение Кузьмина, как раз когда Вакасо и не хватало. Он уже поле покинул, еще не вышел ему на замену Нуров. Да, вот эпизод с Вакасо, который в результате, пока точного диагноза не знаю, но вероятно с отрисением мозга отправился в больницу. И второй тайм. Второй тайм важнее, безусловно, потому что здесь и идей было побольше, и желания побольше, ну и реализация. Прежде всего, то, что у Рубина было Ахиллесовой пятой, невозможность забить, забить на протяжении всего матча с Кубанью, реализовать свой момент. Но сначала забил Спартак. Мавсисян получил мяч перед штрафной, был удар Эберта дальний, ну и Мавсисян убрал от Верквели. Кстати, вот эти удары в голову, по-моему, все оказались результативны. И к Верквелию слегка так отправили в нокдаун, после чего Мавсисян его переиграл и пробил от перекладины в верхний угол. Глядник Верквели, это был Сесар Натнамос, но в любом случае защитникам, которые играли в целом компактно, друг другу помогали, вот в этом эпизоде не хватило разворотливости, в общем, Мавсисяна не закрыли. Ну, а потом был противоположный эпизод, когда Девич за штрафного, который он сам заработал, выключает буквально и тоже отправляет в больницу в результате Жоау Карлоса. И через пару минут, когда у Спартака только-только состоявшаяся пара защитников играла в центре, Девич переправляет мяч в угол ворот Тиканя, опередил он все-таки Камбарова, теперь я понимаю это. И Камбаров здесь не очень понятно, почему оказался крайним. Он ли должен быть тем человеком, который следит за Девичем. Ну, а концовка, концовка, наверное, совсем уж неожиданная, потому что последние 10-15 минут Спартак тотально владел территорией, создавал моменты. Выход Азбилиса, конечно, изменил игру, у Спартака моментов стало больше, и просто самих токов атакующих было больше. Ну и здесь, тем не менее, забил Рубин, здорово сыграл Прутников, очистил штрафную ложным движением от сердара тоски. И очередная слабая игра обороны Спартака, и очередное поражение. У Спартака остается 44 очка. Ну и Рубин, наверное, после этой победы уже может не заботиться о выживании. 31 очко. Те, кто сейчас в зоне переходных матчей имеют 24-25, остается 4 тура. Рубин, конечно, продолжит вступление в Премьер-лиге. Ну и мы можем надеяться, я имею в виду тех, кто с интересом относится к Рубин.